всем привет меня зовут дмитрий врубель как вас зовут я вижу знаю ну замечательно что практически наше первое занятие почти совпало с днем космонавтики вот потому что 60 лет тому назад один человек сделал то что примерно сейчас мы будем делать вместе с вами такое предполетное состояние здрасте минутку внимание сегодня завтрак в детском саду у нас отменяется мы совершим полет на космической ракете на марс командором назначается игорек игорек ты у нас сегодня будешь командор прошу вас возьмите в руки космические ложки подкрепитесь основательно ракета до обеда на землю не вернется так значит смотрите ну вот у нас сегодня получается последний последний день вот и мы не просто все успели я вообще как бы не об этом даже да о том что мы с вами в общем что что произошло еще потом на первом занятии не помню на одном из самых первых занятий вот я говорил по поводу того что работая в яре я сам себе очень напоминаю космонавта которого закинули на таком маленьком шаттле вот в этой круглом в кровь круглым куда-то на орбиту как бы там забыли вот ну или я попросил чтобы меня забыли вот потому что вот я развиваю эти самые космические полеты изредка кто-то раз в полгода кто-то снаружи стучается стучится обычно в стекло вот но я как понимаю ну да что я здесь вроде бы вроде бы не один вот но редко вот и вдруг как бы из такого состояния мы с вами перешли просто высадку на другую планету произвели высадку на другую планету вот где мы ее сразу же все вместе обжили и вот это вот потрясающе как бы сказать что вообще об этом речи не было и никто как бы на земле не догадывался о том что да и сейчас на самом деле никто не догадываться ну да есть орбитальные станции есть там то что безо сделает и все остальные к на околоземных орбитах как ну понятно что когда кто-то говорит по поводу обитаемых станций на луне но это все же сто лет это говорят еще сто лет будет говорить так вот мы это сделали но вот все что вы сделали это конечно потрясающе потому что вот на этом самом безлюдном пространстве не просто сразу же появились объекты да потому что обычно начинается все везде все начинается с эволюционных процессов сначала пещера потом какие-то люди появляются на этой пещере что там рисуют на стенках и там через несколько тысяч лет появляется леонардо да винчи или нико сафронов как бы да вот они это это все потом а мы как бы сразу же то есть у нас сразу же вот сразу же там вот наступил будущее на этой самой планете где мы с вами все высадились и поэтому еще раз это огромное спасибо и огромная благодарность вот что мы сделали мы сделали и кроме того что мы сделали первый по-настоящему серьезный как бы вот из всех этих приложений получается музей VR музей современного искусства вот такого 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 не было который был сделан внутри VR который был сделан для VR и который размещен в этом самом VR вот это это потрясающе вот еще конечно кроме кроме нашего вклада в искусство мы сделали огромный вклад в образовательный процесс да потому что мы отработали полностью все алгоритмы прототипы и протоколы как вообще должно происходить образование художественное образование в VR причем заметили что очень важно что мы как бы абсолютно вот в современном тренде что это не два с половиной года вот потому что ну вот если бы да вот мы там восемнадцатом году начали сейчас двадцать первом закончили те же самые проекты на самом деле были бы вот но просто три года вот но это и это как бы такое все искусство то есть не искусство данном случае до образовательный процесс двадцатого века мы в двадцать первом веке и это очень важно что мы это сделали за два с половиной месяца именно потому что вы к этому готовы как любой художник готов на самом деле он же это не связано ни от опыта не от возраста да потому что сколько раз мы и вы своей биографии это знаете я в своей сколько да когда художник там не знаю в 20 лет что-то сделал и все а потом ничего не сделал вот или в 30 лет он что-то сделал а потом ничего не сделал а кто-то до 30 не дожил да и мы знаем фамилии этих художников Вот, и с возрастом это не связано, соответственно, это не связано с какими-то, то есть это связано исключительно с теми возможностями, которые даются, да, и если вам в художественном заведении дается кисточка-красочка преподавателям, которые смотрят вас как на говно, как бы сказать, потому что по-любому он лучше, чем вы рисует, по-любому. Вот, и пять лет он у вас мурыжит, как бы сказать, и в результате то ли вы лучше его рисуете, то ли хуже, но главное, что вы оба рисуете хуже, чем Рембрандт или хуже, чем Рафаэль. И это все, да, это все замечательный образовательный процесс прошлого. Вот, сейчас мы не просто нащупали образовательный процесс сегодняшнего дня, куда могут быть загружены, на самом деле, как мы по нашим проектам, вот по вашим проектам видим, любые работы, созданные специально, взятые из того, что уже было сделано, да, VR, как бы он очень пластичен и адаптивен ко всему. И самое главное отличие от предыдущего учебного процесса в том, что у всех есть идеи, есть отличные идеи, и есть физический мир, который не позволяет эти идеи воплотить по разным причинам. По причинам гравитации, по причинам отсутствия денег, по причинам конкуренции, по причинам тусовки, кто-то входит, кто-то не входит и так далее, да. VR, вот как это замечательно было показано в работе Ксении Кудасовой, да, он дает свободу, вот, так же, как она всем дала свободу, как Ксения дала свободу в своем проекте. Это очень, конечно, это очень, это очень важно, и сразу же видно, как это, как, как этой свободой художник пользуется. Все, как только эта свобода, реальная свобода есть, не свобода в смысле, я вам запрещаю что-то делать, нет, а свобода в смысле, вот вам бесконечное количество инструментов, вперед. Все все сделали, вот, и, естественно, мы еще, как бы, проработали это образовательное, а третья часть, это то, что мы чисто индустриальную вещь сделали, да, то есть мы работали по принципу создания, ну, я это сравнивал уже, по-моему, один раз, кино. Да, то есть вот такой кинопроцесс, где сначала была вот эта вот тоже учебная часть, как бы, да, она, трудно ее, да, первая экскурсия, я бы не назвал это учебной частью, я бы назвал это все-таки это погружение в контекст. Вот, потом пошел предпродакшн, да, то есть формулирование проектов, сбой, и потом отбор проектов и сбора, отправка материалов, вот, да. Второе, это продакшн, ну, как в любом кино, это стройка, в котором вы принимаете участие, я принимаю участие, да, это вот мы строили, вы исправляли какие-то материалы, присылали другие и так далее, доведение. До, вот, и то, что мы вот буквально за последние два дня сделали, постпродакшн, это 360 фото, 360 видео, три, вот, все вот эти вот YouTube-бродилки, постпродакшн, он нужен, на самом деле, в нашем случае, как бы, исключительно для людей, тех людей, у которых нету VR-очков, для того, чтобы они, вот, видели, это, как бы, такая сопутствующая продукция, она, как бы, необходима, да. Да, вот, то есть мы выполнили, вот, сразу же несколько функций, вот, я специально, как бы, это все подытоживаю, потому что, конечно, это все будет в дальнейшем не просто использоваться, а именно это будет использовано. Ну, вот, было бы, конечно, мне было бы интересно побывать в неком конкурентном мире, где кто-то бы еще предложил бы какие-то свои, вот, эти протоколы, свои прототипы, свои алгоритмы, но, знаете, вот я, что-то к концу проекта, думаю, к концу нашего курса, думаю, а так ли плохо, что нету конкуренции, нужна ли конкуренция. Ну, кто-то что-то свое сделает, ну, хорошо, вот, мы сделали это. И, соответственно, всем этим богатством, которое мы с вами наработали и которое мы делали публично, вот, которое мы делали постоянно в прямом эфире, вот, постоянно в общей переписке и в общих экскурсиях и так далее, вот, каждый из вас может совершенно свободно пользоваться. Вот, ну, кто-то, наверное, захочет заниматься VR, сам будет изучать движки там, кто-то будет это поручать исполнителям, разработчикам, девелоперам. Для кого-то это будет какой-то яркий, но ограниченный, короткий, да, эпизод в художественной деятельности. Все, как бы, каждый может, вот, это VR хорош, каждый берет то, что он хочет, то, что он может, то, что он может унести. Вот, и здесь тоже, мы еще, конечно, удивительная практика взаимодействия студентов и преподавателей в VR, тоже мы ее опробовали, как бы сказать, и она действительно, это очень редкая вещь, она на равных. И на равных, вы знаете, я сталкивался, как бы, с преподаванием и в художественных вузах, и в киновузах, я говорю именно вот о наших, о творческих, где преподы и студенты были на равных, но ведь это, понятно, что не на равных. Потому что завтра этот препод, который народный артист, там, какой-нибудь, там, в России, как бы, он снимется в каком-то, там, фильме офигенном, как бы сказать, а этот студент, но он нигде не снимется. Вот, в этот момент, да, может, через 10 лет, а может, никогда. Вот, ну, и понятно, что преподаватель, он такой бывалый, вот, он, да, ну, да, он хорошо, он может вместе, там, со студентами выпивать, и то отравить анекдоты, но, понятно, кто главный. Вот в нашем случае, опять-таки, в случае ВИАРа, так как я тоже всегда говорил о том, что это горизонтальная структура, она не вертикальная, мы все главные, вот. Начинайте, пожалуйста. День ото дня, все веселей, живем мы, и чудеснее. Внимая земля, споем тебе про космонавтов песню. И эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе. Субтитры создавал DimaTorzok